всем всего самого доброго чистого и светлого и большой любви расклад на любовь и отношения на картах таро задавайте моим картам ваши конкретные вопросы расклад всегда актуален тогда когда вы его нашли почему он так себя ведет его чувства мысли поведение ваша реакция совет вам от карт все все проявится я вначале на секундочку помолчу пока раскладываю а потом будем разговаривать а а а а а а ну вот расклад выложена сейчас все рассказал растолкую как сумею уже извините если что не сумею а здесь у нас вот такая ситуация человека которым вы думаете иногда или всегда хочет вас удивить шестерка жезлов о том что он хочет удивить и обрадовать он сгорает от любви к вам на у него страсть страсть мечтает бы только с вами думает думает как вас удивить хочет показать что он способен на что-то да он способен на что-то под сердцем он таит четко любовь к деньгам скорее всего шестерка пентахли тоже щедрость вот несмотря на то что он может и любить деньги да но он это все любит для вас он жаждет именно вам что-то подарить сделать для вас комфортную жизнь мечтает о вас желает желает быть с вами вот это очень хорошая комбинация хотя здесь нет червонной массе то есть нет масти чаш или по-другому хардс то есть понимаете иногда так бывает что тот кто много говорит о любви он учетом не имеет ввиду да люблю но реже говорю об этом знаете как вот перед переводчик перевел красиво сонет шекспира здесь он говорит о любви поступками не словами а поступками он хочет вас щедро обрадовать каким-то подарком он хочет чтобы им гордились на это четко показано в раскладе хочет чтобы вы этим человеком гордились но тоже замечательно правда у вас насчет этого человека очень много иллюзий очень много семерка чаш это об иллюзиях может вам кажется что он витает в облаках или вы витаете в облаках может быть вы желаете чтобы он был другим давно часто в голове виртуальный мужчина который в принципе очень отличается от реального вы тревожитесь вы может быть его ревнуете ли он вас эта карта она немножко такая скользкая она говорит несмотря на все конкретно вот пентакли конкретная масть мазь денег удобного положения достатка между вами и жезловая мазь это мазь страсти желания несмотря на это все вот когда вот мы идем к масти червонной да то есть чаши мы видим что в любви всегда все очень эмоционально то есть там если подозрительность и желание чтобы он соответствовал опять же нашими виртуальному видению то есть голове как он должен себя вести и здесь мечта которая немножко она либо за вы завышена либо она не такая которая реализуется ведь человек несчастен когда он что-то себе на мечтал надумал а реальность которая случилась не соответствует этому и вот когда вы встретились есть естественно вы о нем себе тоже ничего в общем то не знаете и когда он проявляется там или по-другому вы вы шокированы потому что то чего вы не видели вы до мечтали додумали да и когда он проявляется вас это шокирует это расходится с вашей виде реально реальность расходится с тем чего вы предполагали это опять же как джон мой учитель вот у меня-то в голове на всю жизнь assume nothing ничего не о себе домысливая додумывай но это так переводится четкого перевода никогда нет простого да assume это значит что предполагать да ничего не предполагай знаешь что будь открыта и а карта иллюзии она говорит что может он витает в облаках или вы витаете в облаках спуститься на землю это видеть реальные вещи реальные вещи это же злой и пентакли реальные там ситуацию в которую вы попали ее нужно решать а вот это прокрастинации или avoidance то есть когда мы избегаем до реальности но вот это мешает отношениям может быть он избегает реальности или вы тоже зачастую это делаете по шестерке меча вы хотели бы избежать в виде как иллюзии избежать реальности быть в иллюзиях быть вот в этом розовом сне до каком-то шестерка меча говорит что вы хотели бы вот уплыть уехать в эту лодочку сесть и больше никогда не возвращаться в эти сложные моменты между вами моменты действительно сложные и может быть родственники эти мечи это острые слова родственников их обидные поступки или слова опять же вот и вы потеряли от этого покой да вот в общем то и от любви он здесь потерял покой к вам да но еще покой вы потеряли или он а потому что ну куда денешься от ситуации в которую вы попали ее нужно решать же но вот эта карта избежать трудности в принципе взять с собой эти трудности в эту лодку дата так бывает что человек как бы его локация местоположение ничего не меняет потому что от трудности нельзя уйти нужно только куда-то прийти вот эта проблема когда мы от чего-то уходим это с собой берем потому что предстает как знаете то о чем вы волнуетесь и а когда мы убегаем от чего-то она нас догоняет вот по этой карте может быть догоняет что он там ну пьет или агрессивные или еще что-то или такой инфальтивный до нерешительные или же кстати мужчина не агрессивные типа западного образца сейчас нам кажется мягкотелом на самом деле нет он просто не агрессивный он она как своих стоит не сомневайтесь то есть здесь я вижу что когда мы от чего-то убегаем это нас преследует и в эту лодку жизни которую вы сели куда-то плывете это вот это ваша как бы все наши волнения с вами идут а когда мы не думаем от чего мы убегаем а думаем куда мы хотим приплыть прийти то это лучше всегда это более конструктивно здесь так и такая такое прочтение у вас этим человеком опять же ведь и карта денежная двойка бубновая у вас этим человеком может быть союз такой тандем да где вы друг друга дополняете и морально и физически и и эмоционально и ментально прежде всего когда вы работаете в паре когда у вас все нормально и с деньгами и в общем-то и достаток у вас улучшается это что посеяли то пожали да ну что вот здесь вы посеяли вы сомневаетесь а что мол будет из этого но все будет хорошо но эта карта достатка хотя то карту тоже сомнений двойка пентаклей говорит что иногда мы переживаем что например на деньги не все можем купить или что нам сделать это или другое это могут быть документы такие мне нужны документы или такие здесь жить или там в общем то то что вы дискутируете с друг другом на эту тему это уже очень-очень важно это уже очень хорошо так что что-то будет решаться в этом плане в плане материальном будет что-то решаться или в плане документов я могу одно сказать что без сомнений это человек просто очень хочет быть с вами он рисует ваш портрет он тройка пентаклей он просто вами живет даже можно сказать так сгорает от любви что когда он вот на эту бумагу на себя внутри рисует ваш портрет то ему легче становится мечтает только о вас он думает как вот как ему приспособиться к вам когда он рисует свой портрет ведь в портрете и зеркальность он хочет вас отзеркалить он думает как вас удивить как не то чтобы вами завладеть а как вас отзеркалить то сделать так как вы хотите и любите дружить он жаждет так сильно быть с вами если особенно вы в разлуке он очень тоскует о вас что у него вот в уме все время ваш портрет это очень хорошая карта и пентакли это значит что вы для него радости которые приумножаются до все дни он проводит заботе о вас и видит вас и во сне и наяву и хочет быть с вами вот высшие силы понимают одно о вас что по восьмерке чаш вы очень часто грустить а может когда вы были ребенком грузила бабушка грустила мама вы привыкли видеть печальное печальное вложи выражение леса слезы они лили до надеялись на лучшее но вместе с тем тосковали постоянно до вздыхали тайны или на его но вы как ребенок это впитали понимаете какие-то были может склоки какие-то были рассорки может пары у матери все было плохо да и эта карта говорит о том что вы не надеетесь ни на что хорошее что вы привыкли что вроде нащупали счастье как разлука и все опять слезы эта карта сама сглаза сама деструктивной программы какой-то который у вас есть но нужно отпустить то что не наши например там он ушел там но это не ваш человек был вместо ушел слезы о том кто не ваш вы все равно не можете переделать человека говорят насильно мил не будешь найти себе такого который будет вас любить если он что-то вас не любит так это не значит что у вас есть нет ничего другого что можно любить если он что-то вас не любит он скорее всего в себе то не любит но тут а вот так а еще тот человек о котором вы думаете по девятке пентаклей может сейчас как раз вот он приобретает свой ресурс из одни пентакли пентакли то ресурс это values это ценности ваши ценности начинают подходить друг другу вы приобретаете общий ресурс и он жаждет может быть лучше дорабатывать весь делах весь в работе все дни проводят в работе может даже и ночи хочет поднять свою карьеру хочет поднять свой достаток хочет поднять свой заработок но тоже очень похвально да вижу что вы боитесь чего-то касательно денег ну как можно бояться денег да нам внушили деньги грязные деньги только бывает нецет нечестная коррупционная тоже неправда абсолютно здесь у нас король пентаклей может быть новый человек вам идет еще денежные здесь может быть проглядываться еще и другой человек или же это которым вы думаете вы сами считаете эту карту и сами почувствуете что именно здесь вам эта карта говорит но здесь достойная жизнь благородная достойная жизнь никогда дом полная чаша когда все очень хорошо когда есть достаток есть бытовые ситуации они подкрепляются ресурсом денег когда не о чем спорить да вот и эта карта хорошая это может работаясь дома вас или у него будет это может быть даже здесь проявиться может ваш сын например король это может быть даже дочь с таким мужским характером который хорошо заработает но в общем это хорошая карта короли у нас это власть или это человек или власть в данном случае это власть вам дает власть может быть у него власть над вами или у него над ним но здесь идет речь о том что нужно повышать свой доход это необходимо сейчас потому что мы живем с вами очень трудное время и повышать свой доход это супер люди избегают этого но это необходимо это делается не за день это долгий долгий процесс и я вам помогаю в этом итог расклада что 7 сердце успокоится чем дальше чем все дело кончится по говорится десяткой пентакли ну счастливая карта прямо скажем эта карта счастье эта карта знаете когда есть не только вот влюбленность которая кстати видоизменяется она не проходит она видоизменяется а здесь есть общее дело какое-то общий интерес общее дело не обязательно в деньгах а общий интерес у вас есть общие ценности общий интерес да вы друг друга поддерживаете вы друг другу приносите радость по этой карте и вы желаете друг другу просто чтобы вы проявлялись в жизни так как развивается ваша дорога я где-то слышала какой-то психолог сказал что такое любовь в современном понимании потому что в разные понимают разное время было разное понимание любви сейчас положение любви вот как по десятке пентаклей больше чем по десятке червонный потому что десятка пентаклей говорит что на пути когда вы поддерживаете друг друга в том что вы идете по своей дороге и вас ваш партнер вас поддерживает в этом чтобы вам было комфортно с собой и в отношениях и он тоже делать вот это есть любовь все очень просто алгоритм любви простой да даже я вам как астролог скажу что когда венера вышла из морской пены она ведь не вошла в эти эмоции вода как эмоции а вышла из них и она нам этим говорит что как по десятке бубновой что любовь она больше прохладная она без этих вот без шторма без качели без эмоций она прохладные эмоции и здравое мышление да вот и там тогда получается она венера это тоже же богиня денег он здесь у нас много бубны что любовь это когда есть вот этот алгоритм равновесие например сколько он вас складывается столько и вы а если идет перекос все начинается уже из любви партнерской переходит все любовь дети родители дети родители это не не партнерская любовь это не любовь пропорциональная дети берут родители все дают вот это такая такая любовь но это да так оно и есть вот и если вы не верите мне то я как астролог вам говорю не от себя же в партнерской любви когда мы все даем он только берет или наоборот то это родительская любовь это не совсем партнерская и там ничего хорошего не жди так раскрылись карты эти что-то вас не устроило муж извините каждый человек что-то свое услышит и не стрелять в пианиста будь ласка он играет как умеет да а то есть к чему это все говорится здесь очень просто что на пианист и я в данном случае я кстати играю то что вот карты видели крутым сла по планам я как всегда не бываю голословно то что вы поняли вы поняли каждый понимает по-своему и нельзя из контекста выбрать что-то вырвать и начинать я с вами согласна я с вами не согласна так раскрывалась пространство сегодня и я это сказала как раскрылась пространство все честно с как сумела вот пространство по-другому расскажут в следующий раз тоже какую-то информацию получите тоже это все для нашего ума и для сердца пусть во всем везет скоро увидимся и так все хорошо я сделаю еще одну работу для вас сейчас тот момент когда вы смотрите когда вы нашли это видео это тот священный момент который вы можете себе посвятить спросите у моих карт чего бы вы хотели для себя чего бы вы хотели в тех сферах в которых у вас проблемы потому что этот пассианс он убирает негатив он закрывает прорехи другими словами такой пассианс гадания называется нищий или же тот кто хочет разбогатеть если будет из четырех карт какая-то масть повторяться там есть отток энергии прорехи в финансах или же напряженность в отношениях и это мы будем убирать закрывать залатывать прорехи да поэтому это в природе называется нищий и так вы сами видите какие масти здесь по моему видно вам до 2 пиковые масти значит какие-то рассорки из-за влияния колдуньи три крестовые крестовые это у нас формально неформальные или бытовые ситуации хлопоты крестовые разговоры натянутые и встречи неприятные вот этому закрываем червонные три червона и вообще хороший расклад это червоная дама червоный король и шестерка червона к вам идет счастье к вам идет дорогу кладет червоный король который будет вас любить который сейчас думает о вас но по шестерке пик он чувствует свою вину если вас обидел и дорога у него раньше к вам была закрыта теперь будет открыта и мы даем этому зеленый свет так сказать две пиковые масти идут пустые хлопоты при неприятных встречах неприятных дорогах и встречах мы это закрываем крестовый король с его карьеризмом он хочет где-то заработать или повышение получить в крестовой вашей жизни но мешает ему какой-то пиковый король или начальник или может быть какой-то неприятный господин его враг и здесь бубновые карты показывают что он хлопочет о деньгах и мы закрываем прорехи через которые могут уходить деньги две червоные карты показывают что дома может быть какое-то напряжение или неприятные разговоры это мы убираем идет от колдуна или от врага вот какое-то неприятное удивление и болезни это мы закрываем также какие-то покупки которых вы жалеете до хлопоты бумажного плана или плана финансового закрываем оттоки энергии бубновые карты показывают что вам не хватает на что-то на крупную покупку денег сейчас будет хватать крестовые масти показывают иногда это за жизнь это состояние самочувствие иногда или же что-то казенное вот самочувствие вас улучшится червонное это что-то семейное родное но вот в домашнем очаге будут водиться денежки вот у нас сложился пасьянс у нас осталось три карты это вам советы будут а пасьян сложился и так у вас есть неприятный разговор с крестовой дамой или это какие-то инстанции какие-то казенные инстанции это все разрешаемо потому что следующая карта то щервонный это успех это любовь и деньги бубновый король это большие деньги к вам идет большая любовь счастье в личной жизни и большие деньги и все прорехи энергии ухода энергии закрыты так что у вас будет большое счастье а теперь как и обещала загадайте одну из трех карт или все три вопрос номер один вопрос номер два и вопрос номер три есть вопросы вот мои ответы то что вы хотите сбудется это крестовая крестовый туз это успех каких-то бумажных делах казенного типа на работе или семейного типа или даже по здоровью все будет хорошо на второй вопрос ответ бубновый туз бубновый туз говорит будут деньги будут эти документы все получится как вы хотите вы будете довольны результатом это ответ да на третий вопрос вообще счастье это счастье в семье в любви в отношениях между родными это работа из дома которая приносит радость это красивый благоустроенный дом элитный дом есть все есть что вам нужно и главное что люди вас понимают близкие у вас большое большое счастье в семье и в личной жизни это у нас десятка червонные я очень рада пусть во всем везет пусть в 6 силы вас очень очень щедро благословляют часть сделаю пасьян для вас это пасьян с решили сейчас идет идет разговор о чем-то важном вы может волнуетесь проимаетесь волнуетесь тревожитесь переживаете ничего не переживайте все наладится пасьянцев помогают успокоить время нервы хорошо провести досуг и получить желаемый результат и так это пасьян с решили по другими словами он иногда называется могила льва но это не могила льва то вариация можно сказать на могилу льва моя бабушка называла его решили старинная выкладка и так у нас есть вы тот кто пришел на расклад вопрошающий и весь проблемы которые вы хотите решить проблемой я вижу здесь четыре сферы какие-то которых у вас проблемы у кого одна у кого 2 кого 3 кого 4 вот эти проблемные сферы здесь будет на убывание то есть проблемы будет убывать и восстановиться всем меньше меньше уйдут навсегда а вот это вы здесь будет прибыль здесь на пребывание, ну вы поймите шестерка у нас идет на убывание, чтобы проблем не было это проблемы по покупкам вот эти проблемы идут туз а туз пока идет в банк информации здесь нам он не нужен король даму можно переложить сразу и тогда мы сюда подставляем короля потом короля кладем вам в прибыль, видите, и сразу переставляем туза туза кладем опять вам в прибыль, видите, как идет расклад и заполняем вот это место после туза у нас начинаются шестерки значит мы вот это перекладываем вот еще у нас шестерка есть шестерку перекладываем здесь освобождается место и тогда мы это денежка идет к вам перекладываем Дороги открыты для денежек. Семерка пока не понадобится. Валет можно переложить. И вот у нас дама. Еще одна дама. Туз. Нам пока не нужен. Восьмерка тоже пока нам не в моде. Ах, есть там в моде сюда. Нужна девятка. Вот она и вышла. Итак, восьмерочка нам не нужна пока. Король. Король пока нам не в моде. Десятка нужна. То есть все на прибыль идет. Видите, девятка. Пока в банке информации идет все это дело. А после шестерки идет туз. Потому что в обратную сторону все идет. После десятки валет. Вот здесь мы перекладываем все. И добавляем из банка информацию одну карту. После короля нам нужен туз. Пока туза у нас нет. Будем ждать. Будем ждать. Валет приходит. Так, после короля нам нужен туз. Туза пока нет. Семь. Туз вот он есть. Итак, начинаем с шестерки опять. Перекладываем. И кладем сюда из банка информации карту. И у меня есть выбор из банка информации или из колоды. Так, хорошо. Нам восьмерка нужна. Вот она. Теперь нужна девятка. Девятки пока нет. Итак, эти карты. Это банки информации. Мы перемешиваем тщательно. Видите, сколько уже в прибыль пошло вам. А на обыль идут все ваши проблемы. Это очень хорошая очистительная практика. Десятка из туза можно положить. После десятки идет валет. Но у меня вот есть валет. У меня есть право положить его в банки информации. Здесь валетов, потому что еще и дама есть. Так, девятка. Король. Теперь мы можем сюда положить что-то из банка информации или из колоды. Что у меня есть здесь? Выбор. Право выбора. Итак, шестерка. Есть. Перекладываем. Видите, сколько вам уже в прибыль пошло. Так, у меня есть выбор или из банка информации положить. Или же отсюда. Я не знаю, какие здесь две карты. Шестерку перекладываем. Берем из банка информации. Одну и одну отсюда. Просто для... Просто для варайти, для разнообразия, можно сказать. Десятка. Эти карты мы перемешиваем. Так, посмотрим, сложится ли костьянс, да? Дама. И дальше этим сюда докладываем. Валет. Нужна десятка. Ага, вот она и есть. Валет, дама, король. Докладываем. Видите, как все идет хорошо. Так, после короля нам нужен туз. Туз вот. И начинаем шестерки. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ура! Ваше желание сбудется. Пассиан сложился. Замечательно. Все, чего вы хотите, сбудется. Все карты здесь. И это удивление. Десятка пик. Это удивление. То есть, то, что вы думали плохо, не получится. На удивление будет все хорошо. Потому что пассиан сложился. Это тот редкий случай. Но у меня такие редкие случаи, кстати, бывают довольно часто. При вас мешаю, Карлоду. При вас все делаю. Так что здесь все очень-очень честно, прозрачено у меня. Я светлый маг своего лица не скрываю. Все при вас делаю. Иногда бывает, если карты маленького плана, показываю вам стол. Тоже для разнообразия. Чтобы из разных углов все было видно. Но вы у меня бываете, очевидно, в студии часто. Это мой зеленый чердачок, где творятся чудеса. Где все будет так, как вы хотите. Где вы приводите в порядок свою буйную головушку. Так что приглашаю вас всегда ко мне сюда в гости. Пусть все будет так, как вы хотите. Пусть все самое лучшее складывается. Обнимашки из Канады. И продолжаем смотреть мои расклады. Потому что в них много правды. И много чистой, настоящей, аутентичной помощи. Продолжение следует...